Ирина Матвеева уже который день чувствует себя замечательно. Реабилитационный курс в республиканском центре она проходит уже в третий раз. За это время медики ставят для неё как родные. Ирина уверена в их компетенции и в том, что они смогут прийти на помощь человеку с любым недугом. В отделении очень много людей, которые прошли ковид. Даже вот находясь в нашей палате, я не переболела ковидом, но находясь в нашей палате, я вижу девочек, которые поступали в одном состоянии. То есть у них была отдышка, тяжёлое какое-то состояние. После некоторых процедур, озонотерапии, дыхательной гимнастики, им становится легче. Поэтому нужно заниматься. Республиканский реабилитационный центр продолжает принимать пациентов для восстановления после болезни. Чтобы пройти курс, пациентам необходимо обратиться в поликлинике к своему участковому терапевту и получить направление. Необходимый перечень документов, который нужен, это направление, электронное направление на реабилитацию, протокол врачебной комиссии, что пациенту необходима данная реабилитация. Чтобы врач-терапевт вёл непосредственный отбор, потому что кому-то нужна кардиореабилитация, кому-то нужна нейрореабилитация, ну а кому-то необходимо восстановить органы дыхания. То есть у нас гастрореабилитация, у нас есть четыре отделения. Этот отбор ведёт врач-терапевт. Список анализов стандартный. Общий анализ крови и мочи, биохимия крови и коагулограмма. А пациенты, которые выписались из госпиталя, могут не сдавать тест на коронавирус. Пациенты, которые не болели, в целях их собственной безопасности мы требуем от них, чтобы был отрицательный мазок на ковид не позднее 5-7 дней до госпитализации. В курс реабилитации входит лечебная физкультура и дыхательная гимнастика, физиолечение, инфузионная и озонотерапия. Медработники осматривают каждого пациента, выявляют противопоказания и подбирают лечение. Пациенты, которые пребывали в госпитале, у которых была средне-тяжёлая степень коронавирусной инфекции, эти пациенты обязательно нуждаются в реабилитации. То есть те, которые в лёгкой форме, может, бессимптомно переболели, этим пациентам, конечно, может, и не нужно реабилитацию проходить. А после госпиталя обычно почти все пациенты нуждаются в той или иной реабилитации. Курс реабилитации длится от 12 до 14 дней. Если человек переболел коронавирусом в лёгкой и средне-тяжёлой форме, общее восстановление займёт около месяца. После тяжёлой болезни восстанавливаться придётся от 6 месяцев до 1 года. Анзор Курбанов, Ренат Ибрагимов, Олег Молхожев. Архыз 24.